Четыре это много. Так, сейчас мы прямо проведем. Ох, как тут все красиво. Вот эти цвета как были, так и есть. Я рада, что их не изменили. Да, да, да. Красиво. Здесь вот у нас исторический центр. И кинотеатр. Единственное, что меня бесит, вот это красивый дом, да? Мясная лавка с вязаной, ювелирный. Вот это вот. Ну, на красивом доме, да. Как есть. Понятно, что, да, тебе с одной стороны удобно. Ты едешь, о, связной здесь есть. Хорошо. Вид он портит, это, конечно, вид портит. Они, причем, все разные такие. Да, да, ни в одном стиле, да. У нас нет просто такого закона об этих халпах. Тоже сдавался ты выброс. Реклама это тоже огромная. У нас еще и отборные эти здоровые щиты. Когда едешь, вдруг он ба-бах тебе светом. А что вам в роли показывают? Что вам? Кино. Это такое современное или там какие-нибудь старые перспективы? Я смотрю. Да нет, у нас дома особо нет. У нас раньше же был еще в Большом дворце кинотеатр. Но сейчас вот там уже ничего нет. Вот там Иркин дом. У нее на тот угол окна на третьем этаже. И Русик там жил долго. Сейчас посмотрим, что тут покажет. Русик, Русланчик. Русик, Русланчик. Аврора. Всем привет. Чемпионы. Вам и не снилось. Министочник. Это старые, да? Да, уже то, что показывали. Прикольно. Ну и, кстати, таксу показывают, который сейчас. Она такая артавка немножко. Да, это переполох джунглей, а это свежая. Короче, показывают отборные фильмы, а они все подряд. То есть и старое показывают. Все новое показывают. Нормальное время? Да. Вот. Вон время. Да, у меня что-то с телефоном было чуть-чуть. Вдруг время поменялось само. Сейчас вроде. Короче, я поставила на автоматику. Как это, ауто апдейте. Я его выключила, включила и все. Да. Они еще... У меня вот тоже в Финляндии летом все время показывают час до сих пор тут меняется. Хотя уже его нету. Ровно, а он все равно приезжаешь. Но он, правда, мне слава Богу два времени показывает. И то, и то. Вот. Это наши красные крупы. Там раньше были лодки. Ну, они, по-моему, и сейчас есть. Ага. Там была, правда, там еще такой лягушатник был. Бассейнчики какие-то деревянные были. Там плескались мы. И там были уточки, шкварочки. Вот, Маринка, подъезд. Интересно, на чем она сейчас есть. Какой-то скверик вон с кошками сделан. Ух ты, с кошками. Кальки надо сфотографировать. Культик синий. Да, действительно, с кошками. А здесь же это реставрационная мастерская вот там где-то. Слушай, здесь теперь редакция, по-моему, газеты. Вот местные наши. Понятно. Да, а вот там, даже не знаю, наверное... Там школы моей кусок. Там школы кусок с каким-то... Вон, видишь, там аж стадион даже с местами вон с этим. Ух ты! Да, все по-другому. Всего стало больше. Урнами, да, весенка, волейбольные. Да. Я тоже так не рассматривала особо. Здесь мы раньше болтались. Что здесь этот... Исполком? Исполком вот. А, вот исполком. Там этот корпус Бенуа. Вот там что-то тоже реставрируется. А вот здесь была царская аптека. Ну, так они ее сделали, но так она и не пошла. Закрыли вот тут. А что там такое облезлое-то, господи? Он в зиме красивый. Он все в иллюминации. Он красиво светится. А сейчас он какой-то... Ты нормальный? Облезлый. Нет. Где была аптека? Это он в следующем. Нет, наверное, в этом. Где-то в одном из них? Они какие-то все одинаковые. Фриланский. Там вообще теперь закрыли. Там теперь не проедешь. Только здесь. О. Может, здесь. А ты улицы только пешком ходишь, да? Вот. Там бар. Там бар какой-то был. Петровский. О. Там я с Толстым познакомилась. Да, вот здесь вот мы... Вот тут. В туалеты мы не зашли. Туалеты закрываются в какое-то время. Так интересно. А здесь мы... Кафе. Да. Мы здесь были. Здесь мы называли его курятник, потому что здесь мы довольно часто были. И здесь, в общем, почему она кондитерская теперь, здесь были и мясные закуски. Ну, они и сейчас есть. Мы там были вот с Наташкой. Да? И там, кстати, вкусная у них солянка. Мне так понравилась. И мы взяли папиражку с капустой. Я себе взяла еще с яблоком... Нет, не с яблоком. Да, все вкладки. С луком и яйцом. Вот. И морсик. И так оно... Прозвучало. Так оно здорово прямо. Да, и мы там посидели, погрелись. Мы сюда приехали, и был дождь. И как-то, знаешь, сразу холодно, холодно. Шахматная гора. О, я любила ее раньше. Ну, вот отсюда не видно. Как я здесь любила с собаками. А здесь закрыто все, да? Черт. Все закрыли. Теперь это новая директриса. Раньше сезон заканчивался, они все были открыты. Да, гуляй. Можно было гулять заходить. А теперь хреново. Мы, конечно, с Наташкой гуляли. Да, там центральный вход был открыт. Ну, так. Впечатление, что вот полворот. И впечатление, что они закроются в какой-то момент. Помнишь, да, Наташка? Да, да. То есть, вроде, я еще думаю, может, там что-то показать. Ну, а документ такой-нибудь. Там типа шлагбаум. Здесь безумно красиво. Вот золотая осень, когда. И здесь вот эти фонари. И вот я когда с собаками гуляла, они еще желтые были. Вот эта желтая подсветка. Ой, это изумительно. Так красиво здесь было. А царе ободрали, какие они красивые. Это кирпичные. Они же как этот. А покрытый желтый. Вот. Ой, да, красиво. Они гораздо лучше ободранные. Оказывается. Настраивают. Это был санаторий. Но его очень долго, как бы, очень долго судили-редили. В итоге его закрыли. Потому что я туда на йогу даже ходила сколько-то времени. Там был спортивный зал. Вот. Но в итоге таки его отобрали. Потому что там же бювет этот, целебный источник. Вот. И вообще тут был санаторий, а он желудочный был. Смотри, как интересно у них эти зависти какие-то. Ну да, чтобы бюлеты. С рисуночком. С рисуночком, не просто так. Какие-то дельфцы интересные. Сырого. Дельфца. Вот. А здесь же вот, здесь же была столовая. Там шикарные дубовые резные потолки были. В конюшнях. В конюшнях, да. Я знаю, что в столовой. Не знаю, как в остальной конюшне. А вот здесь по центру столовая. Угу. И здесь был бы новый потолок очень красивый. Угу. Меты какие-то. Вот здесь вот. Вот в этом центральном. Угу. Вот здесь. Да, ни черта не видно, конечно. А здесь вот его подреставрировали. Вот этот вот корпус. Вот он, видишь, какой-то. Очень красивая. Должная готика. Круто в Петербурге, конечно, женщина. Да. Любимая. Причем я даже нисколько вот Нижний парк люблю. Насколько я люблю вот это. И капеллу люблю. Угу. И капеллу такая. Ой, капеллу шикарную. Фермерский дворец же отреставрировали. Угу. Открыли. Там фермерский. Хорошая погода, если тепло, погулять. Сейчас уже поздно, сейчас, наверное, уже все закрыто. Угу. И вот я с собаками здесь всегда гуляла. Угу. Туда, да. Коттеджи. Там до коттеджа идешь. Угу. А здесь вот еще не реставрировано здесь еще. Здесь еще все в таком же виде осталось. Вот. А здесь же какие-то были целые этот водных этих процедур в кабинет, тут всякие души-шарко какие-то, гидромассажи. Угу. Тут у них все было хорошо на широкую ногу. Вот так. Но закрыли. Вон тут все это выплывается на трубку. Это здесь где-то были эти всякие водные процедуры. Угу. 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 Вот. А это даже интересно, что это будет, потому что им отвалили денег и предложили здание Рафик построил, у него выкупили под этот ЗАГС за какие-то бешеные деньги. Вот. Куда еще можно съездить? Где там эти кошечки-то? Или мы уже уехали? А, к кошечкам? Мы поехали съездим к кошечкам. Чтобы не заехать было там. Да. Приехали. Чтобы гальки их заснять быстро. И дальше поехать. А там построили тогда вот такое шикарное здание фотоателье. Оно переехало вот из того дома туда. Но в итоге, естественно, оно уже никому особо не надо было. Теперь там Сбербанк. Фотоателье. Фотоателье. Это же было давно уже. Давно было, да. Давно было, да. Давно было там. Потом там Сбербанк. А теперь, кстати, интересно, там остался Сбербанк. Потому что они же открыли еще одно объявление. Почта вот такая красивая. А это же был роддом. Здесь я родила Олю. Вот эта желтая? Да, но его потом закрыли якобы под предлогом, что здесь какой-то стафилококк нашли. А потом, когда, значит, якобы стафилококк уже испарился, открыли какой-то элитный тут медицинский центр. Да. Понятно. Тут как это? То стафилококк, то не все, спасибо, это нормально? Нормально. То стафилококк самое то. Нет. И все. И теперь в Петергофе нет роддома. И теперь их возят в Сосновую поляну, в Кронштадт. Куда угодно, да. А было вот рядом. Неудобно как-то. Да. Когда едешь, уже родишься. Так вот именно. Я помню тоже, у меня же были родственники там всякие. с медициной связанные. Мне там договорились, что в Снегиревке все. Как же так, под присмотром. В итоге, у меня, в принципе, так дядя и сказал. Слышь, когда прихватят, тебе не до Снегиревки будет. И ровно так и вышло. Я говорю, ой, не надо никакого. Давайте вот уже вот здесь и все. И поскорее. Да. И приехали нормально, родила их. Все прекрасно. Ну вот, кошечка. Кошки. Кошечки. Клевые. Да, еще как. Вот так вот. Подожди, подвинь.